Качнется ночь Качнется ночь В каких облаках ты витаешь, красавица спящая? Проснись, тебя ожидает любовь Проснись, тебя ожидает любовь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Лежи, лежи. Я приготовлю завтрак Я буду только кофе Нет, ты у нас вратила рекламного бизнеса Тебе нужен хороший плотный завтрак Я с твоими завтраками, Сереженька, стану 97-го размера Разве такое бывает? Лучше не проверять Боже мой Кто же придумал эти 90-60-90-х? Кстати, а ты помнишь, какой сегодня день? Конечно Сегодня 31 декабря День защиты моего проекта Сегодня ровно год, как мы познакомились Год? Как странно У меня такое ощущение, что уже лет 50 Знаешь, я тут подумал Я думаю, Сереж Послушай, а не очень ли все это смело, а? Может, надо было делать акцент на детях? Машенька Милая моя, солнышко Ты даже не представляешь Ты даже не представляешь, как я рад это слышать Возможно, мне надо было в расчет брать что-то Что-то более консервативное Знаешь, я Всегда мечтал о детях А с другой стороны, это же Франция Нет Франция? При чем здесь Франция? Я не понимаю Нет, все правильно я придумала Все так и должно быть Ярко, экстравагантно, красиво В конце концов, целевая аудитория Моего проекта, это успешная деловая женщина Будь собой Вместе с Вебер Косметик Да А дети Дети, к сожалению, всегда были Помехой карьере Так ты о работе? Конечно, а ты что, забыл? Через два часа презентация моего проекта Да, конечно Интересно, какое лицо будет у Феликса? Феликс У тебя такое лицо, словно ты в женскую раздевалку подглядываешь Вита, это гениально Это гениально, черт возьми Да прям гениально Ну смело, да Согласна, ярко Вита Целевая аудитория в яблочко Машка гений Вебер у нас в кармане Да не это гениально, Феликс А главное, кто Презентует эту идею Что ты имеешь ввиду? Я удалила все файлы с ее компьютера А у меня не есть Но ведь она работала над этим проектом Жалко ее как-то Что? Жалко? Я тоже работала Всю ночь зубрила Теперь от зубов отлетает А меня тебе не жалко, Феликс, а? За что ты ее ненавидишь? Глупости Я просто себя люблю Да и потом Надо же, как ты карьеру делать Ну, Феликс Ну, это же такая возможность Я хочу Быть начальником Отдела Алло Да, Феликс Давыдович Здравствуйте Все хорошо Бодра, весела, готова к бою Угу Чего? Презентация на час откладывается? Да, черт возьми Босс задерживается Он думает, что если он владелец компании То он может себя вести так, как хочет Даже в Новый год Да, понимаю Ну что, скверно, конечно, но ничего не поделаешь По-моему, у меня проблемы Феликс Давыдович, я все поняла Я буду вовремя Давай Ну, что? Говорит, что у нее какие-то проблемы Ручаюсь Так оно и есть Сереж, где ты? Посмотри, она нас опять залила Посмотри, посмотри Вижу Что ты видишь? Ты можешь хоть раз решить эту проблему по-мужски? Маш, а что ты предлагаешь? Я не понимаю Бабка старая, из ума выжила Мне что, с ней драться, что ли? Вот ты всегда так Вот ты во всем такой Ты не гаркнуть, не стукнуть кулаком по столу не можешь В нашем доме мужик я Откройте, я знаю, что вы дома Ну, чего ты хочешь? Разоралась? Чего? Вы заливайте нас в пятый раз, слышите? В пятый раз, то кран, то трубы, то... В третий Что? В третий, говорю, не в пятый Теперь глухая Вы что, издеваетесь? Хорошо, я обещаю, что у вас будут крупные неприятности Это у тебя У тебя будут крупные неприятности, золотко, это я тебе говорю Вы мне еще угрожаете? Вы заливаете нас в пятый раз и вы мне еще угрожаете? Третий, третий Мое терпение лопнуло Я подаю в суд, и они взыщутся вас по полной программе, слышите? Вас еще в тюрьму посадят К турму Это тебе, мать, в тюрьму посадят Но они вечером и посадят Это я тебе говорю Какая же вы вздорная женщина У вас ни стыда, ни совести Хорошо, я сейчас ухожу Но этот разговор у нас не последний Все равно Всюду опоздаешь Опоздаешь Пятый, говорю Нет Нет Третий А сейчас Будет Четвертый Ай 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 Послушайте, а вы вообще в курсе, что лифт не работает? Лифт? Лифт. Ведомство не наше. Ведомство не наше. И вот она, женщина-мечта. Уверенная, успешная. Тогда она садится в лимузин и… Добрый день. Я что, опоздала? Я могу продолжить? Да, конечно. Итак, она садится в лимузин. Затемление и слоган. Будь собой вместе с ВБР косметик. Ну что же, Вита, я приятно удивлен. По-моему, это классно. Поэтому я согласен с Феликсом. Именно вы непременно должны лететь в Париж. Но только не после праздников, как мы изначально планировали. Вы летите сегодня. Так хочет ВБР. Он устраивает праздничную корпоративную вечеринку. И прямо за новогодним столом не прочь поговорить о делах. А у нас с вами не будет другого шанса поймать его в наши сети. О, до самолета три часа. Успеете вещи собрать? Конечно. Ну, вот и славно. Вот и чудно. Да. Подождите. Минуточку, я… Честно говоря, мне очень жаль, что это не вы, Мария. Я всегда верил в ваш талант. И, зная, как упорно вы работали над проектом ВБР косметик, я предполагал, что именно вы поразите нас сегодня. И именно вы полетите в Париж. Я тоже предполагала. Ну, растут новые талантливые кадры, такие как Виолетта Козел. Козел. Это польская фамилия. Ну да, ну да. Польская. И они часто обходят нас на поворотах. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо. Все свободные. Можете ехать домой и начинать праздновать с Новым Годом. С Новыми творческими достижениями. Благодарю вас. Спасибо. Ну, вы вновь довольны? Ну, он будет тебя приветствовать. Спасибо. Феликс, подожди. Я думаю, вам надо кое-что мне объяснить. А что объяснять? Вита едет в Париж. Презентовать мой проект? Ну, так тоже бывает. Послушайте, вы просто взяли и присвоили мою идею. Секундочку, дорогая. Я вам недорогая, Феликс Давыдович. Смею тебе заметить, что ты пока еще работаешь в нашей компании. И поэтому все твои идеи и проекты являются интеллектуальной собственностью нашей компании. А я здесь генеральный директор. И поэтому позволю мне самому решать, кому куда ехать и что кому презентовать. Ах, вот что. Значит, интеллектуальная собственность, да? Ой, вот только не надо истерик, ладно? Ну, что за трагедия-то? Мы же одно дело делаем. Делимся. Ну, как же так? Я всегда считала тебя своим. Ой-ой, ну скажи еще, что другом. Да, другом. Послушай, Маша, жизнь сложная штука. И она порой заставляет нас совершать не самые идеальные поступки. Посмотри на меня. У тебя есть еще шанс все исправить и сделать так, чтобы было честно. Так а что нечестного, дорогая? Главное, кто первый пришел к финишу. И не важно как. Судит по результату. По результату говоришь? Угу. Хорошо. Малашка, ты уже дома? Ну-ка. Здорово. Слушай, у меня для тебя сюрприз. Хватит мне на сегодня сюрпризов. Что случилось? Меня отстранили от проекта. То есть, как отстранили? Почему? Потому что кое-кто в нашем агентстве хочет выехать на чужом горбу. А если быть точнее, на моем. Я не понимаю. Ты что, куда-то уезжаешь? В Париж. Куда? В Париж. Город такой во Франции. Это что, шутка такая? Какие шутки, Сережа? У меня через два часа рейс. Ну, почему именно сегодня? Потому что завтра будет поздно. Зачем тебе вообще куда-то уезжать? Я не понимаю. Ну, ты что, не понял? У меня отобрали проект. Мой проект, слышишь? И отдали этой Виолете. Козёл. Как ты сказала? Фамилия такая польская. И если я через два часа не успею и на рейс, то всё. Она станет начальником отдела. А я могу подписать заявление об уходе. Всё. Конец моей карьере. А ты никогда не замечала, что в жизни есть вещи? Ну, важнее карьера, что ли? Ну что, кастрюльки и сковородки? Нет. Семья, любовь. Старая песня. Серёжа, ну ты пойми, пойми, пожалуйста, что я должна убедить Ви Бера. И тогда это будет виток в моей карьере. Нет, это не виток. Это круг. Ты бежишь по кругу. И в этой гонке пропускаешь очень важные вещи. Нет, Серёжа. Я не бегу по кругу. Я бегу вперёд. Потому что я хочу быть богатой, известной и знаменитой. Слышишь? Я хочу быть счастливой. А счастье — это не глянцевая картинка. И жизнь, не рекламной роли. Как ты этого не понимаешь? А что ты предлагаешь? Пятнадцать лет просидеть на одном месте, как ты? Между прочим, уже все твои друзья имеют частные клиники. А ты простой врач. Я хороший врач. И это немаловажно. А, да, конечно. Ты спасаешь людей, ты творишь чудо. А я, между прочим, в чудеса не верю. Потому что я всё, слышишь, всё в этой жизни делала сама. Мне жаль тех людей, которые не верят в чудеса. Год назад ты была совсем другой. Ну, знаешь, год назад ты тоже был совсем другой. Да, я не Филипп Рэмбов с твоего плаката. Я… Подожди. Я люблю тебя. И я настоящий. Мне кажется, что именно сейчас ты должна сделать выбор. Потому что в нарисованном тобой будущем меня нет. Прости. Ну что, я хочу, чтобы к ней было. Ну что, пройдувай. ЗАЛЕС. Ну вот. Приехали. Нехилая пробочка. Я вас очень прошу. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Я очень на рейс опаздываю. А что я могу сделать? Видите, я сам уже старенький. Машина у меня тоже старенькая. Тут все, как пойдет, так оно и будет. Катастрофа. Ты уезжаешь, глаза отражают. Тех, кто попался, в них неосторожно. Ты уезжаешь, не надержали. И возвратиться почти невозможно. Нас спрятались в миссии, спряталось солнце. Даже погода ведет себя скверно. Ты уезжаешь, он остается. Разве так правильно? Разве так верно? А на бульварах машины, машины мигают. Парами на тротуарах влюбленные люди гуляют. Парами, а ты решила, что надо бежать за туманом. Глупая, ты все перепутала. Все перепутала. Все перепутала. Девушка, ближайший рейс до Парижа, пожалуйста. До Парижа? Хоть стой, я умоляю. Что вам предложить из напитков? У вас томатный сок есть? Конечно. Простите, вам плохо? Хуже не бывает. Пардон. Пардон. А на бульварах машины, машины мигают. Парами на тротуарах влюбленные люди гуляют. Парами, а ты решила, что надо бежать за тумана. Глупая, ты все перепутала. Все перепутала. Парами, а ты решила, что надо бежать за туманом. Мне кажется, в прошлой жизни я была француженкой. Да что вы. Мне так нравится все французское. И косметика, и шампанское, и даже мужчины. Ну, в таком случае я был русским в прошлой жизни. Потому что я очень люблю русскую зиму, русскую водку и русских женщин. К тому же я успел убедиться, что русские женщины не только красивы, но и талантливы. И предложили блестящую идею. Я не скрою, очень заинтересована в сотрудничестве. Правда, я немного расстроена. Расстроенный? Да, расстроенный. Тем, что мне придется с такой очаровательной женщиной, как вы, говорить о цене. Ну, во сколько вы оцениваете ваш проект? Полагаю, мы договоримся. Я талантлива не только в рекламе. Ну, поймите же, меня ждет месье Вебе. Я должна презентовать ему свой проект. Все может быть, но у нас дресс-код, мадам. Да что вы заладили, дресс-код, дресс-код. Ну, поймите же, я сначала опоздала на самолет, потом на меня пролили томатный сок. Ну, пожалуйста, пустите меня. У нас дресс-код, мадам. Вы человек или машина, вы меня слышите или нет? Я по исполнению, мадам. Ну, хотите, хотите, я встану на колени, ну, пожалуйста. Добрый вечер, мисси Рэмбор. Ну-ну. Горцон, пойдет сюда. За новый виток в карьере. Горцон, пойдет сюда. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Господи, а ты что здесь делаешь? Маленький. Малыш, тебя что, тоже предали и бросили, да? Ну, вместе будем Новый год встречать. Ну, пойдём. Сворачивайся клубочком. Вот так. Эй, мадам, часы не нужны? Мимо меня вы пройти не должны. Нет, спасибо, не надо. Часы из Парижа ни больше ни меньше – лучший подарок для грамотных женщин. Бездарная реклама. Купи, купи, принцессой станешь сразу опаздывать, перестанешь. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Не спеши говорить «нет», цена для тебя всего десять монет. Ну, хорошо. И? Вот. Пять монет. Но никогда не говори клиенту «нет». Эй! Они же стоят! Эх, ты растяпа! Мухи. Кто вы такой? Я не заметила, как вы вошли. Что вам здесь нужен? Я пришел забрать свои вещи. В этом номере есть ваши вещи? Да. Вот эти замечательные, водонепроницаемые, противоударные, великолепные золотые часы. С какой стати они ваши? Они мои. Я их купила уличного торговца за десять монет. Не обманывайте меня. За пять. Иванушка-дурачок нашел и втюхал вам эти часы за каких-то паршивых пять монет. А мог бы озолотиться. Какой еще Иванушка-дурачок? Как какой? Вот этот. Часы из Парижа ни больше, ни меньше. Отличный подарок для роботных женщин. Бездарная реклама. Вам виднее, вы профессионал. Так кто вы такой? И что вы делаете в моем номере? Я? Минуту назад влюбовался на твой завтрак. Понятно. Я вызываю полицию. Ну что вы за народ такой женщины, а? Че, что сразу? Полиция! Полиция! Ну хорошо, я пошутил. Ты посмеялась. Мне сегодня не до шута. Кто вы такой? Почему вы следили за мной? Вы что, сексуальный маньяк? Да, ты знаешь, мне нравятся женщины. Но чаще я дело имею с детьми. Педофил. Ты че? Я волшебник! Ну, я Дяд Мороз! Ну, по-французски Пэр Нуэль! По-английски Санта-Клаус! Ну, вообще, у меня финские корни. Я… Ялла Пуки! Послушайте, Пуки! Да не Пуки, а Ялла Пуки. Это финская фамилия. Мне все равно. Я 15 лет занималась кунг-фу. И вообще, у меня черный пояс по карате. Ясно? Хорошо. Какой пояс? Какое карате? Ты все хочешь казаться злой, колючей, а сама добрая, белая, мягкая. Не то, что это твоя… Подруга, Виолетта Козел! Мя-мя-мя! Откуда вы знаете про… Ну ладно, хорошо. Попробуем еще раз. Я волшебник! Дед Мороз! Веном году у меня много забот. Учебные полеты. Олени. Сани. Упаковка подарков. Ну, в общем, ты понимаешь, и все сам-сам, нигде нет порядка, а тут еще часы потерял. А они волшебные. Подарок Снегурочки. А закон гласит, если я что-то потеряю, а кто-то это найдет, то я должен к нему приехать и заключить сделку. Я должна во все это верить. Обычно потерянные вещи находят дети. С ними легче. Но вы даже не похожи на Деда Мороза. А, ты имеешь в виду это? Все очень, очень просто. Вот ты, смотри, стоишь передо мной в халате, но от этого не перестаешь быть рекламистом. А я здесь, так сказать, с неофициальным визитом, значит, можно и не при параде. А как вы потеряли часы? Курил на ходу. А разве вы курите? А где написано, что нет? У меня много вредных привычек. У тебя, кстати, тоже перебивать. Простите, продолжайте. Курил на ходу. Порыв ветра. Пепел попал на бороду. Пока тушил, ударился застежкой от часов и их потерял. Никогда не курите за рулем. Вообще не курите. Может, вы псих? Послушайте, ну что же вы за люди-то такие, а? Вы ж, вы ж ни во что не верите. Дети. Дети. Дети верят в чудеса. Поэтому они счастливы. А вы, рекламисты, политики, менеджеры, вы ж ни во что не верите. Вы не верите даже собственным словам. М-м-м. Прям беда этого века. Нужно обязательно чудо? Хорошо. Специально для тебя. Вот так. Вот так. О, Боже. Высоко. Говорю, высоко. Ну? Ну, вообще-то, Дэвид Копперфильд. Слушай, что вы за люди? Дэвид Копперфильд. Ладно. Смотри. А! Ну? Вы… Ты, кажется, упомянула сделки. О, наконец-то! Допёрла! Так. Теперь… Теперь поговорим о деле. Значит так. Ты мне возвращаешь часы, и я выполняю твоё желание. Таков закон. Ну, хорошо. Давай попробуем. Значит так. Мне нужна успешная карьера. Так. Любовь до гроба. Ну, и дача в Переделкино. Ты губу-то закатай, дача в Переделкино. Одно желание! Я говорю одно! Ну, а почему ограничения? Вот у нас в России даже рыбы три желания выполняют. Послушай, ты не в России. А я не рыба. Думай! Ладно. Тогда мне нужен контракт с ФБРом. Я стану начальником отдела. Ты уверена? Что стану начальником? Нет. Что это твоё заветное желание. Послушай, что за допрос? Тебе часы нужны? А мне нужен контракт. Давай, колдуй! Ну! Хорошо. Иди приводи себя в порядок. Через минуту ты окажешься в постели с ФБРом. С меня подколон. Шелковое белье. Что? Какая постель? Ты что? Ну, а как ты думаешь, контракты заключаются, а? Я, между прочим, всего в этой жизни добиваюсь своим умом. Так мы до следующего года проводимся. Давай, загадывай что-нибудь другое или постель. А, хоть что? Настоящая сумочка. Дольче Габбана. Китайская. Придёшь домой, подарок из Парижа. Да у нас такими сумочками вся Москва закидано. Ну и Деды Морозы пошли. Скучно. Только и можете что в окна выбрасываться. Ладно, я всё как всегда сделаю сама. Только знаешь что? Для этого я должна успеть на парижский рейс. А, ты хочешь открутить время назад? Да. И успеть на встречу с ФБРом раньше этой Виолетты. Козю. Я не уверен, что ты сейчас назвала её фамилию. Ты сделаешь это? А? Что ж, хорошо, будь по-твоему. Но запомни, как только пробьёт двенадцать часа, кажется, у меня, и ты забудешь всё, что с тобой было. Готов закон? Ты готова? Приятно встретить законопослушного Деда Мороза. Да, но я должен тебя предупредить. Таков закон? Да, таков закон. Если что-то пойдёт не так, ты сможешь вернуться сюда, в эту гостиницу, в этот номер, в эту точку времени. Но! До того момента, пока не наступит ноль год и не пробьёт двенадцать часов. Понимаешь, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы ты этим воспользовалась. Но таков закон. Если захочешь вернуться, тебе нужно сделать вот так. Ну вот, нехилая пробочка. А неужели нельзя ничего сделать? Я на рейс опаздываю. Спокойно, дамочка. С вами работает профессионал. Двойной счётчик. И не будет никаких проблем. Да, чудеса нынче дороги. Я согласна. Ну что ж. Погнали! ПОЁТ 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 Вы с другим рейсом собирались лететь. В последний момент передумал. Зачем время-то терять? Сегодня Новый год. Что предпочитаете из напитков? У вас сок есть томатный? К сожалению, закончился. А вино красное? Но могу вам предложить минеральную воду и яблочный сок. Сами пейте. Что будет с ним? Яблочный, пожалуйста. А на бульварах машины машинам векают парами. На тротуарах влюбленные люди гуляют парами. А ты решила, что надо бежать до тумана. Глупая ты все перепутала. Все перепутала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Месье Убер, добрый вечер! Добрый вечер! О-ля-ля! Мадам, позвольте вам помочь! Какая же ты меня! Прошу вас! Да руки свои убери! Убери, огня руки, сказала! Я хотела… Я из русской компании, рекламной. Меня зовут Мария. А, ну, с вами, я ждал вас! Я хочу презентовать вам свой рекламный проект вашей косметики для русских женщин. Да-да-да, я уже получил материалы. В чем, собственно, суть? Слушайте, а, значит, когда женщина? Открывайте свой шкаф. Не надижу тебя! Мадам, у нас дресс-код. Вам надо успокоиться и привести себя в порядок. Так, послушай, у меня нет времени успокаиваться и приводить себя в порядок. Я все понимаю, у нас дресс-код, мадам. Дресс-код. Месье Убер! Месье! Ну, пропустите меня, пожалуйста! Меня ждет Месье Убер! И вот, и вот она садится в лимузины. И затемнение. И мы видим титр «Будь собой вместе с Вебер Косметик». Браво, Мария, браво! Ну, до сих пор все рекламные ролики мои продукции найдены несколько консервативных характеров. Вы знаете, я сначала тоже так думала. Делать акцент муж, дети, семья, но потом я подумала нет. Нет? Нет! Никаких ассоциаций с бытом. Наша женщина, она совсем другая. Она свободная, успешная. По-настоящему деловая женщина. Должна быть лицом вашей чудесной косметики. Мне очень нравится такая идея. О! Филипп! Я рад, что ты пришел, Филипп! Привет! Я не опоздал. Ты? Ты всегда вовремя. Конечно. Разреши представить тебе нашу русскую гостью. Очередную и талантливую Марию. Очень приятно. Филипп Рэмбо. Я вас знаю. Вы мой любимый артист. О, я Польша, Анна Двазель. Послушай, Полли. Вот, вот сценарий, о котором я говорил. Друг мой, это, поверь мне, это просто гениально. Я работал над этим полгода. Вложение пустяковое. Миллионов пятьдесят. Но этот фильм с моим участием взорвет киномир. Киномир. Хорошо, да. Я обязательно прочитаю. Хорошо. Мадам и месье! Хочу предоставить слово основателю концерна ВБР Косметик, месье Полю Франсуао! Господи, я должен вас оставить! Мария! Мария! Да? Послушайте, Мария, а как вы находите предновогодний Париж? Он чудесен. Правда, я только сегодня прилетела и совсем ничего не увидела. Ну что ж, я могу исправить это маленькое недоразумение. Сейчас здесь начнется такая скука. Послушайте, если вы никем не ангажированы, мы можем уехать отсюда прямо сейчас. У входа меня ждет лимузин. Музыка. Хорошо. Пойдемте. Смотрите, ваш плакат. У меня дома такой же. Ну, в жизни-то я лучше, чем на плакате, а, Мария? Пойдемте. Пойдемте. Горсон, еще шампанского. Да? Филиппа, расскажите о себе. А что, например? Я знаю, что вы очень много занимаетесь благотворительностью. Я читала ваше интервью о проблемах экологии. Это потрясающе. Ты так наивна, детка, это очаровательно. Я? Ну да. Ты понимаешь, какая штука? Интервью — это же одно, а жизнь… Жизнь — это другое. И вообще мне не нравится эта экология. Очень сложная тема оказалась, понимаешь? Ошибка моих пиарщиков. Ну смотри, смотри, мясо нельзя, меха нельзя, ничего нельзя. Тачку себе нормальную, машину, и ту позволить не могу. Все же следят, понимаешь? А зачем мне тогда деньги? Зачем мне Слава? Зачем мне всё это? Иди сюда. У меня сейчас… новая тема. Угу. Мой продюсер считает, что помогать больным детям — это очень круто для моего имиджа, понимаешь? Я же супергерой! И потом, это не так хлопотно для меня. Приехал раз в год в больницу, сфотографировался со всеми, и всё, дети плачут о счастье. СМЕХ Ну давай, выпьем. Ты себе не представляешь, как тяжело быть звездой. Ну ты не понимаешь, это… Это же бесконечная гонка, понимаешь? Это же… Нужно всё время быть на гребне. Да потому что… Ну… А мой продюсер — это просто зверь. Ты знаешь, что он следит за каждым моим шагом? Что я делаю, где я был, о чём мне есть, чё пить, чё не пить? Всё! О, Стёп, за всем следит. Слушай, слушай… Имею я право расслабиться, а? Ну хоть раз жизнь под Новый год, а? Да, конечно. Давай. Давай-ка сегодня оторвёмся по полной, а? Мсье Рымбо? Вы ведь… Филипп Рымбо? Да. Мсье Рымбо, я так люблю все ваши фильмы! Вы себе не представляете! Спасибо. Вы гений! Я вас обожаю! У меня дома полно ваших плакатов. Вот сейчас… Ой, не надо ничего. Вот, вот. Мсье Рымбо, Мсье Рымбо, я так мечтаю получить ваш автограф. Пожалуйста, прошу вас. Распишитесь вот здесь. У вас есть ручка? Да? Ну, хорошо. Как вас зовут? Меня Жанетта. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Смешная. Я не могу поверить собственному счастью. Да. Мсье Рымбо, я вас увидела первый раз на экране еще пять лет назад. Держитесь. Мсье Рымбо, я в вас влюбилась. Ну, это конечно. Да. Слушайте, скажите мне все. Вас, вас… Мсье Рымбо… Зовите меня на «ты»! Зовите меня просто! Филипп! Я же не так ста. Ну, что вам с Рымбо? Филипп! Филипп! Филипп, вы потрясающий! Филипп! Ну, все-все-все. Ну, все. Тихо. Заки, Заки, слушайте меня внимательно. Слушайте. Я сейчас снимаюсь у Люка Бессона. Пустой боевичок. Как все у него. Но! Но! Я там по-настоящему хорош. Это все говорят. Вам развестие, да? Знаешь, я играю такого крутого парня. Любился женщин. Ну, все женщины безумные. Мсье Рымбо, вы всегда крутые. Всегда! И все ваши герои. И вы. Вы просто супермен! Ну, слушай. Ну, а как мне еще играть, а? Ну, не врача же, а из скорой помощи. Действительно. Да. Ну, почему же? Мне кажется, что врач — это достаточно благородная мужская профессия. Ой, зайка моя! Поверь мне, это… Это скучно. Просто скучно. Инспектор Грандель, мадам. Криминальная полиция. В чем дело? Мадам, вы подозреваетесь мною в причастности к хищению ювелирных украшений. Кто? Я? Только скандала мне не хватало. Либо вы… Так, это может плохо отразиться на моем имидже. Уходим отсюда. Пошли, пошли, пошли. Да, и ты тоже. Давай, вставай. В пальцах не надо нам этого. Я тоже беру. Давай, пошла. Пошла, пошла, пошла. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Я вновь знаю. До свидания. Теперь все. Ой… Чуть-чуть, привет! Чуть-чуть, привет! Чуть-чуть, привет! Чуть-чуть, привет! Друзья, привет! Друзья, зайдите! Ай! Куда? Так! Какая машина! Ой, Филипп! А меня? Меня с тобой берёте? Ну, конечно, давай! Берёте меня? Иди сюда! Боже мой! Ты прелесть! Мне честно, ты прелесть! Чё, да? Ты прелесть! Ну, какая же ты! И ты прелесть! Чё ты не пьешься, а? Зайка, ну-ка, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Низвать меня, пожалуйста, Зайка! Давай-давай, Зайка! Подожди, подожди, а чё ты обиделась-то, а? А кто ты, а? Кто ты, Зайчик? Если ты не Зайчик, а? Я вот тоже Зайчик! И я! И я тоже Зайка! О! И ты, Зайка! Тихо-тихо-тихо-тихо! Дай меня сюда! Так, держи! Молчи! Давай, надевай! Я не буду это надевать! Давай! Я не хочу! Ну, давай, я сказал! Я не буду! Давай-давай-давай-давай! Пиши, Филипп! Это не смешно! А я не Филипп! Не Филипп я! Не Филипп! Я Клодный Брюсак! Я королевский Зайчик! Меня заколдовали в детстве, а я… Я хочу обратно в лес, к нашим! Я… Я Зайчик! И ты Зайца! Зайца! Так, дай сюда! Давай! Остановите машину! Я сказал! Одевай! 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 Я жальчик. И ты жальца, жальца. Так, дай сюда. Пожалуйста, не надо. Остановите машину. Я сказал, одевай. Одевай. Ну-ка, одевай. Одевай, сказал тебе! А-а-а! Вернулась все-таки. Ты вообще в курсе, что со мной произошло? Да. Ты сейчас похожа на Гральчевку, которая только что родила этого скунса. Не смешно. Вот удивляюсь я тебе, милочка. Сама морочишь людям головы, делаешь рекламу, а готовы поверить в какого-то сказочного принца с глянцевой обложки. Да, ты прав, я поверила. Я на самом деле думала, что он почти идеален. Так красив, благороден, разносторонен. А он оказался ничтоженым и к тому же псих. Вот! Во всем, что с тобой произошло, я вижу глобальную аллегорию! Ну, что вы с нами делаете? С нами, простыми людьми, вы, политики, рекламисты, журналисты, вы превращаете нас в кроликов, а потом… В общем, ведете с нами плохую игру? Какая же я дура. Я еще Сережу в пример его ставил. Да! Да! Наконец-то! Ты прозрела! Как он только тебя терпит! А это не твое дело! Ах так! Хорошо! Слушай, а ты мне скажи, а что, мой разговор с выбором не состоялся? Ну, конечно, нет! Мы опять в твоем номере… Пиджат твой! Залит томатным соком! Фу! Выходит, я зря старалась. Придется все начинать сначала. Как сначала? Опять сначала? Ну, конечно! Я ведь вернулась до Павловича, так? Значит, значит, мое желание не засчитано. А если оно не засчитано, значит, отправляй меня обратно в такси, я хочу успеть на парижский рейс. Давай! Заказай что-нибудь вещественное! Сумочку от дольщика лана, китайскую! Шляпку от корзи! Я очень напрямую! Делаю, что тебе говорят! У тебя нет другого выхода! Ты ведь законопослушный, Дед Мороз! Шантажистка! Так будешь прыгать туда-сюда! Обратно! Обещай это в последний раз! Выбор уже признал мою идею гениальной! Значит, значит, все пройдет быстро! Ну, давай! Обещаешь? В последний раз? Ты сюда не вернешься? Обещаю! В последний раз! Ну, давай колдуй, пуки! Ялопуки! Это финская фамилия! Ладно, хорошо! Будь, по-твоему, зануда! А на бульбарах Машины машинам мекают Парами на тротуарах Влюбленные люди гуляют Парами, а ты решила Что надо бежать за тумана Группа эта все перепутала Все перепутала Все перепутала Добрый вечер, месье Убер! Не будем терять времени! Я знаю, что вы сочтете мою идею грандиозной! Я не понимаю, адам, вы о чем? Ну, как-то о чем? А наши с вами отношения? О контракте, разумеется! О брачном! Добрый вечер, месье Убер! Меня зовут Виолетта! Я представляю Московское рекламное агентство! Я ждал вас! Простите, мадам, я могу с вами поговорить попозже! Нет ничего, мадам, я сейчас вам все объясню! Послушайте, никаких ассоциаций с бытом! Исключительно успешная, деловая женщина! Должна быть лицом вашей замечательной, чудесной косметики! Вы понимаете, нет? Не совсем, мадам, я думаю, будет лучше, если вы поедете домой! Артю, проверьте, мадам, и вызвайте ей такси! Да не надо мне никакого такси! Я здесь не за этим! Послушайте! Я вам сейчас все объясню! Успешная, деловая женщина садится в лимузин! Затемнение, ВВР косметики! Оля, Оля! Послушайте, это был мой проект! Я хочу показать вам свой проект рекламной кампании вашей косметики для русских женщин! Да-да, я получила материалы! Так в чем же суть? Суть! Найдем местечко позже! Ага! 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 Ага, где и со временем! Ага! Ага! Валерий Паврович, мадам Бион отдыхает и просила ее не беспокоить. Понимаю, месье. Если будут звонки, не соединяйте. А если будут спрашивать меня, скажите, что я буду под утро. Не беспокойтесь, месье. С Новым годом вас. И вас. Здравствуйте. Я хотела бы снять у вас номер. Вы бронировали? Нет. Но у вас же есть свободные номера? К сожалению, мадам, в новогоднюю ночь свободных номеров нет. Ну, у меня был номер. Хотя контракт с Ивэром у меня тоже был. Мне очень жаль, мадам. Приходите завтра после обеда. Как раз освободится двухместный люкс. Завтра мне надо уже лететь в Москву. Извините, мадам, мне очень нужна баба и ситра. Простите, мадемуазель, я оказался невольным свидетелем вашего разговора. Еще раз простите, что я лезу не в свои дела, но мне кажется, я бы мог помочь вам решить вашу проблему. Мою проблему не смог решить даже Пернаэль. Я не берусь с ним тягаться, но все же. Простите. Ничего. А вы что, хотите освободить мне свой номер? Нет. Я бы мог составить вам компанию в новогоднюю ночь. Просто я остался один в этом сказочном городе. И вы, как я понял, тоже. Вот я и подумал… Послушайте, я очень признательна вам за участие. Но этот Новый год я встречу одна. А где? В холле гостиницы или на улице? Я что-нибудь придумаю. А между тем времени на раздумья остается все меньше. Новый год настанет через полтора часа. Да, и простите, я забыл представиться. Викон де Бревиль. Ювелир из Брюсселя. Просто Мария, неудавшийся рекламист из Москвы. Ну, не говорите так. Мы же никогда не знаем, где найдем, где потеряем. Забавно. Бревиль Диамант. Вы собирались открывать сеть ювелирных магазинов в Москве. Мы даже хотели предложить вам быть нашими клиентами. Ну, считайте, что только что я принял ваше предложение. А что, в Париже один единственный ресторан? Это очень милое место. Вам понравится? Идем? Прошу. А где ждут? Добрый вечер. Добрый вечер. Пожалуйста, на стол. Спасибо. Детка, ты не представляешь, ты не представляешь, как тяжело быть звездой. Это бесконечная гонка. Понимаешь, нужно все время быть на гребне. А в экологии, про которую ты спрашиваешь, это уже старая тема. Смотрю на вас, Мария, и понимаю, что вы способны затменить любую коллекцию украшений. Позвольте сумочку. А зачем мне все это? Зачем мне тогда деньги? Зачем мне слава? Зачем мне все вот это? А вы давно в ювелирном бизнесе? С самого рождения. В моей семье это дело передается от поколения к поколению. Ювелирный бизнес отнимает очень много времени, поэтому я в Париже не частый гость. Я бываю здесь раз в год и, как правило, отдельно. Угу. А простите за нескромный вопрос. Там в отеле я слышала, вы говорили мадам Вийон. Это ваша жена? Да нет же. Это моя бабушка. Я, к сожалению, пока не жена. Смотрите внимательно. Не встретил женщину своей мечты. Я рекомендую вам не ошибиться, месье. Ищите, ищите. Покажите, покажите мне пальцы. Ну, вот это. Простите, Мария, я вынужден вас покинуть. Ненадолго. Угу. Поехали за небо. Стой! Мсье Рэмбо? Ой, Господи. Вы ведь? Да. Филипп Рэмбо? Да, да. Здравствуйте. Боже мой. Боже мой, как я люблю все ваши филиппы. Добрый вечер, мадемуазель. Надеюсь, вы позволите. Простите за нескромность. Давно вы знаете этого человека? А в чем, собственно, дело? Полагаю, вы догадываетесь, в чем, собственно. Если учесть, что я инспектор полиции. Простите, здесь, видимо, какое-то недоразумение. Я русская. Месье Добревиль пригласил меня. Вот и оно, что месье Добревиль тоже русский. Его настоящая фамилия Корноухов. Но вы, конечно, об этом ничего не знали, мадам. Нет. Как забавно получается, правда? В парижском ресторане сидят двое русских и мило беседуют по-французски. Забавно, правда? Ну, как дела, мой друг? Ему удалось уйти, месье Грандель. Крупная рыба ускользнула. Не беда, Максимилиан. В нашей сети попалась другая рыбка. Возможно, еще более крупная. Итак, разрешите представиться. Испектор Грандель. Криминальная полиция. Я подозреваю вас в пособничестве в похищении фамильных драгоценностей мадам Вийон. Мадам Вийон? Ограблена бабушка месье Добревиль. Ограбили бабушку мадам, ограбили. И вы знаете, кто организатор преступления? Это господин Карнаухов. Алексей Карнаухов. Известный жиголо, мошенник, пор. Он убежден был, что жертвой не обратиться в полицию. Однако мадам Вийон все же обратилась к нам. Простите, я не совсем понимаю. Вообще, что здесь происходит? Только скандалов не хватало. Так, встаем. Да. Да, ты тоже. Так, не надо ничего. Пошли, пошли, пошли. Позвольте посмотреть вашу сумочку. Что вы делаете? Вы не имеете права. Вы слышите меня? Спокойней, мадам, умоляю, спокойней. О! О! Voilà! О, ла, ла! Ну, послушайте, ну, я же вам говорю, что я не трогала это колье, меня просто подставили. Вы опять за свое, мадам. Ну, вы мешаете мне составлять протокол. Максимилиан, перестаньте чапкать. Ну, послушайте меня, я не виновата. Факты, мадам, факты. Факты — упрямая вещь. Именно в вашей сумочке были найдены фамильные драгоценности мадам Вийон. Да я к ним даже не прикасалась. На них же нет отпечатков моих пальцев. Тогда вам нечего бояться. Но эту ночь вам, увы, придется провести за решеткой. В непривычной для вас обстановке. О, черт попобрал. Максимилиан! Миштык! Миштык! Еще кусается. Аккуратней, аккуратней эта женщина. Я вам еще сегодня нужен, инспектор? Нет, нет. Все, что вы могли, вы уже сделали, Максимилиан. Счастливо оставаться. С Новым годом! Угу. И вам того же. Фу! Ну, слезьте же вы со стола. Ну, неприлично же, ну. Ну, я могу хотя бы позвонить. Естественно, мадам. Один звонок вам положен по закону. Пожалуйста. Еще один. Угу. Алло. Алло. Говорите. Вас не слышно. Увы, мадам. Где же он? Хоть я старый полицейский, мадам, но на этот вопрос я вряд ли вам дам ответ. Ой, ну, только умоляю вас, ну, не надо. Ну, не надо этого мокрого дела. Я этого не люблю. Давайте считать, что нам, нам с вами обоим сегодня просто не повезло. А вам-то почему не повезло? Почему? Почему? Видите? Все дома. Празднуют со своими семьями. А я здесь вот, с вами. А знаете почему? Почему? Потому что у вас дурной характер. Нет. Просто у меня нет семьи. Как она красива. Правда? Как Мадонна. Это моя жена. Шаклин. Взяла и умерла пять лет назад. Мы ведь договаривались с тобой. Договаривались. Да жить вместе до глубокой старости. Так жаль, что мы не родили с ней детей. Нет ничего страшнее одинокой старости. Это наша любимица Нэнси. Знаете, таких умных собак не бывает. Такая ласковая, нежная, твердная. Совсем старая стала. И умерла. Год назад. Я вам сочувствую. Правда. Кушать хотите, мадам? У меня есть прекрасные булочки и бутылочка безалкогольного сидра. Спасибо. Я славно поела в ресторане. Тогда я, увы, должен проводить вас в камеру. А, месье Полицейский, а можно мне все-таки булочку? Вот, мадам, вот это первое ваше верное решение за весь вечер. Правильно. Никогда нельзя опускать нос. Да, предположим, вы угодили в тюрьму. Нам все равно держите хвост пистолетом. Раз влипли в неприятную историю, надо сохранять мужество. Эй, прием. Прием, ты слышишь меня? Эй. Мадам, вы чего творите? Мадам, положите часы. Эй. Нэй. Я прошу вас. Ты слышишь меня? Я в беде, слышишь? Черт. Ты слышишь меня, нет? Мадам, положите часы. Ты что, не видишь, что я в беде? Ну, где ты там? Ты что, спишь? Что упасло? Мадам, я приму самые суровые меры! Мадам! Отвлекайте, обвлекайтесь! Только не вздумайте кусаться! Я старый человек! У меня слабый иммунитет! Эй! Эй! Мадам, отдайте, не вздумайте! Ну, хватит! Стоп! Хватит! Стоп! Ты же сказала, что ты здесь больше не будешь появляться! Я попала в экстремальную ситуацию. Сними с меня это скорее. Сейчас! 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 Ох, что плохо! Ора! Почему часы не сработали? Сейчас! Ты что, хотел бросить меня в беде? Я был занят. Фу! Да мне звонили из министерства. Понятно, чем ты был занят. Ты алкоголик. Ах! Неблагодарная! Вот и спасает тебя! Ох! Ну, ладно! Как плохо! Ладно, не обижайся! Знаешь, у нас в России все Деды Морозы алкоголики. Это знает каждый ребенок. Да? Да! О, замечательно! Пора в Россию! А ты знаешь, что меня чуть не посадили за кражу? Да! Потому что у тебя есть талант притягивать к себе неприятности! Потому что ты видишь, что я глупо, глупо и неприлично! Да! Злоупотребляешь шампанским! Кто бы говорил! Бегаешь за мужиками! И каждый раз не за тем, за кем нужно! Поэтому появляешься то с зайчьими ушами, то в наручниках! Почему мне на этот раз ничего не вышло с ВБРом? Потому что это не день сурка! Раз на раз не приходится! И вообще, людей часто губит самоуверенность! Я это дело обтяпаю быстро, раз тварь готова! Признайся, ты ведь знал, что у меня не выйдет ничего в этот раз! Даже если бы я это знал, я не имею прав вмешиваться! Таков закон! Интересно, почему Сергей не подошел к телефону? Может, его вызвали в больницу? По-моему, ты сказала, что это не мое дело! Слушай, ведь еще нет двенадцати! Значит, мое желание не засчитано, так? Нет! Ты не зайчиха! Ты хитрая, говорная лица! А я… Несчастный! Нет! Всеми брошенный! А я милый! А я милый! Я несчастный человек! Ты самый лучший, Пуки! Ялопуки! Это финская фамилия! Ну хорошо, ялопуки! Загадывай желание! Отправляй меня обратно в такси! Нет! Нет! Только не это! Хочешь шубку нейлоновую от Юдашкина? Сумочку от Дольче Габана? Китайскую? Шляпку от Картия? Оставь все ты своей Снегурочке! А я должна успеть на парижский рейс! Ты авантюристка! Надо было тебя в тюряге оставить! Навсегда! Слушай, кого ты мне напоминаешь? Ой, не надо заговорить мне зубы! Хочешь побыстрее от меня избавиться? Еще как! Тогда колдуй! Хорошо! Желание остается прежним? Да! Ты уверена? Угу! Послушай, у меня к тебе одна просьба! Никогда! Ни при каких обстоятельствах! Ничего не покупай у уличских торговцев! А у меня к тебе просьба! Никогда не пей на рабочем месте! Упс! 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 Ты… Ты твой бесчувственный баран! Да ты знаешь, сколько стоит это платье! Всё может быть, мадам. Добрый вечер, месье Ромбо. Угу. У-у-у. О-ля-ля. Какая дрянь! Нет, ну, вы видели? Какая дрянь! Мадам, вам нужно успокоиться. А я уже успокоилась. К тому же, я мадемуазель. Попрошу не путать. Ну что, справился с хрупкой девушкой, да? Я при исполнении, мадемуазель. А ты очень даже ничего, Артюр. Я всё равно вас не пущу, у нас… Знаю, знаю. Дресс-код. А мне больше туда не нужно. Я передумала. А что же вам надо, мадемуазель? А я сейчас всё объясню. Всё очень просто. Мадам, месье. Хочу предоставить слово основателю концерна ПВР Косметик, месье… Дресс-код. 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 Да, конечно. Мария. Мария. Ну, как вы находите предновогодний Париж? А вы знаете, он чудесен. Да. А? С Новым Годом. Дресс-код. Не понял? Дресс-код. Это она. Мадам Вион отдыхает и просила её не беспокоить. Если меня будут спрашивать, скажите, что я буду под утром. Хорошо, месье. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы снять у вас номер. Минутку. Вам повезло, мадам. Как раз освободился двухместный люкс. Это большая редкость в новогоднюю ночь. Да, уж раз на раз не приходится. Простите? Я говорю, что мне вообще сегодня везёт. Простите, мадам. Мне срочно нужен… Нужна Бэби Сит-Ситер. Боюсь, что я не до конца поняла вас. Как это слово звучит по-французски? Как… Няня? Человек, который может посидеть с ребёнком, пока я… Буду отсутствовать. Сожалею, месье, но такой услуги в нашем отеле нет. Ну, может кого-то из персонала попросить? Поймите, девочка совсем маленькая, ей шесть лет. А меня срочно вызывают на работу. Ну, боюсь, что в новогоднюю ночь я не смогу никого найти. Ваш номер триста одиннадцать. Третий этаж, мадам. Спасибо. Девочка растёт без матери, она боится оставаться одна. Что мне делать? Не знаю. Возьмите её с собой. Куда? Это невозможно. Ой, все, ей даже негде будет прилечь. Послушайте. Я могу посидеть с вашей девочкой. Даже не знаю, что бы я без вас делал. Да что умница, совсем не сложно. О, простите, я ведь даже не представился. Джерс Андерс из Бостона. Мария. Очень приятно. Кстати, почти пришли. Прошу вас. Вот. В чём дело? Куда ты собралась? Меня не было всего двадцать две минуты. Почему ты не спишь? Звонил твой телефон. От Яростепа. Забыл трубку в номере. Джесси, познакомься. Эту молодую леди зовут Мария. Она побудет с тобой, пока я буду занят на работе. Привет, Джесси. Прошу вас. Джесси. Джесси, посмотри, что я тебе купил. Нравится? А мама подарила бы мне платье со снежинками. Ну, хорошо. Спи. Я скоро вернусь. Джесси очень изменилась после смерти матери. Она решила весёлым ребёнком. Я похоронил Линду год назад и умер вместе с ней. Ну, что ж. Поеду в офис. У нас завезла программа. Это катастрофа. Постараюсь вернуться как можно быстрее. Поезжайте. Всё будет хорошо. Спасибо, Ангел. Никому об этом не говорите. Хорошо. Знаешь, кто это? Санта. У-у-у. Это местный волшебник. И зовут его Пернель. Волшебников не бывает. И Санта тоже не бывает. А если я тебе скажу, что я сама его видела? Вы взрослые. Вы всё время врёте. Ну, почему ты так думаешь? Папа говорит, что моя мама стала ангелом. А она просто умерла и бросила меня. Волшебства не бывает. Знаешь, Джесси, а мы с тобой очень похожи. Я тоже когда-то не верила в чудеса. Но в твоей жизни обязательно появится волшебник, и ты вновь поверишь в чудо. Ах, это ты? Зачем звонишь? Ах, поздравить меня с Новым Годом? Спасибо, Феликс. Да, у меня всё хорошо. ПБР в восторге от моего проекта. И на следующей неделе мы подписываем контракт. С Новым Годом! Маша! Машенька! Маша! Почему ты громче? Алло! Я не слышу тебя, Маша! Ты можешь громче? Отлично. Мадемуазель Козёл будет довольна. Субтитры создавал DimaTorzok Я очень рада. Я видел много тени. Только их не поймай. Ничего. Она и так красива. Ты её покормила? Нет ещё. А что она ест? Хорошо. Укрурую. Пусть нечего. Веслом. Нет. А как она ест? Она плюёт. Клюников. Спасибо тебе, птицы! Она улетела, она улетела! Тому, кто найдет синюю птицу, тому, кто найдет синюю птицу… Очень вас просим её возвратить. Она нужна нам для того, чтобы стать счастливыми в будущем. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С Новым годом, Маша! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Рум-сервис, мадам. Тебе идет эта жилеточка. Спасибо, мадам. Ваш завтрак, мадам. Спасибо. Как самочувствие, мадам? Хуже некуда. Да, мадам, при вашем таланте попадать в дерьмо, вы удивительно долго живете, мадам. Почему ты здесь? Часовик давно пробили двенадцать. Да жалко тебе стало. Не бросать же тебя в таком состоянии. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А что со мной случилось? Тебя ограбили. Грабитель упал с лестницы и сломал ногу. Ня, две. А где твои часы? М-м-м? Ну, что ж, мое желание исполнено. Контракт с Убером у меня, у тебя твои часы и… Спасибо тебе. Не за что. Ты все сделала сама. Благодаря тебе я очень многое поняла. Знаешь что, если бы я сейчас нашла твои часы, я бы… Я бы загадала совсем другое желание. Мы часто сами не знаем, чего хотим. Что собираешься делать? Вернусь в Москву. Но сначала мне нужно завершить несколько дел в Париже. Каких? Волшебных. Если честно, я не отказалась бы от твоей помощи. Кто там? Это ты, Алекс? Это горничная, мадам Милон. Я принесла вам чистые полотенца. Ночью? Я спала, милочка. Оставьте и уходите. С Новым Годом, мадам Милон. А скажи-ка мне, жена, что у нас сегодня на десерт? Не хочу я больше круассанов. Жаклин, ты прекрасно знаешь, что от профитрули я толстею. Я не капризничаю. Почему я капризничаю? Конечно. Конечно, стаканчик синдра. Я с удовольствием выпью. Кто там? Кто там? Тебя как зовут? Нэнси, хочешь, давай встречать Новый год вместе. Я же не против. Ты кто? Я. Я волшебник. Волшебников не бывает. Как же не бывает? Бывает. Я сразу же пришел к тебе, как только узнал, что ты не веришь в волшебников. И вот, что я тебе принес. А-а-а? Это же то самое платье со снежинками. Да. Подарок от твоей мамы. От мамы? Да. Ты видел мою маму? Конечно, видел. Она меня бросила. Что ты? Что ты? Нет, она просто… Она просто превратилась в ангела. И теперь живет на небесах. Но она все так же тебя любит. И заботится о тебе. Просто ты не можешь ее видеть. Так, значит, папа говорил правду. Конечно, он говорил правду. А теперь ложись спать. Засыпай. Все будет хорошо. Ну, вот и все. Спасибо тебе. Я буду скучать. Ты милый. Ты тоже. Приятно было познакомиться. Взаимно. Все-таки мы с тобой нигде не встречались, а? Может, у тебя есть где-то брат-близнец? Нет, я такой один на свете. Желаю тебе счастья, Маша. Спасибо. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нехилая пробочка. Как бы вам на самолет не опоздать? Я говорю, нехилая пробочка. Как бы вам на самолет не опоздать? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Разворачивайте машину. Чего-чего? Я никуда не лечу. Разворачивайтесь. Мне очень нужно домой. Хм. Хозяин барин. И постарайтесь, пожалуйста, объехать пробки. Я очень спешу. Мадам, не волнуйте, с вами работает профессионал. Двойной тариф, и все будет в порядке. Все хитрайно. ПОЁТ 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 Слышаешь, красавица спящая, проснись! Тебя ожидает любовь! Проснись! Тебя ожидает любовь! Эх, вы лифт так и не починили! Ну, я же говорил, лифт — это не наше ведомство! А ваше ведомство может починить протекающий кран? Ну, кран — это другое дело, кран — это не лифт! Здорово, сто — вторая квартира, хорошо? А, где ведьма? В ведьме живет, да? Нет, она не ведьма, она просто очень одинокий человек! Ну? Послушайте, а вы мне очень одного Деда Мороза напоминаете? Пернель! Ой! У меня финская фамилия! Привет! Привет! Я никуда не еду! Да? А как же карьера? Париж? Город такой, во Франции! Есть вещи намного важнее карьеры! Кастрюльки, сковородки? Семья, дети! Нет! Тебе нужен виток новый! Это бег по кругу! Ну, хорошо! Тогда я хочу знать, что с тобой произошло за этот час! Волшебство! Волшебство! Я люблю тебя! Волшебство, я люблю тебя! Волшебство! Волшебство! Ну, давайте сюда! Спасибо! Сюда! Которая одечка! Ну все, все, давайте все садиться к столу, а то мы не успеем проводить Старый Год, а он был… волшебным. Алло. Мария. Здравствуйте, Данила Исаевич. Я только что узнал, что Виолетта Козел так и завалила презентацию Вебера. Такое впечатление, что не она автор этого проекта. В связи с этим она уволена. Феликс, разумеется, тоже, но не буду тянуть кота за хвост. Я предлагаю вам занять его место. Можете приступать к обязанностям с Нового года. Я вам очень признательна, но я не смогу принять ваше предложение. Почему? У меня семья. Ей нужно уделять очень много времени. Хорошо. Но хотя бы начальником отдела вы можете быть? Ну, начальником отдела могу. Вот и отлично. Вебер будет у нас в начале января. Изучите материалы проекта. Я их знаю наизусть. Умница. С Новым годом, Мария. И вас с Новым годом. Я, я буду презентовать свой проект Веберу. Как ты думаешь, а может этому французу предложить нечто совсем иное? Другой проект? Что-нибудь такое теплое, домашнее, семейное? Уверен, это будет здорово. Уверен, это будет здорово. Уверен, это будет здорово. Уверен, это будет здорово. Продолжение следует...